Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс» и сегодня мы находимся в нашей выездной студии на базе Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета, где проходит межрегиональная конференция студенческих инициатив в области повышения финансовой грамотности. На конференции участвует более семи регионов, присутствуют различные федеральные и региональные эксперты. Вашему вниманию представляется интервью с приглашенными гостями. Игорь Анатольевич, добрый день! Добрый день! Первый вопрос касательно уровня финансовой грамотности в России. Как бы вы сегодня оценили состояние финансовой грамотности у населения? К сожалению, уровень финансовой грамотности оставляет желать лучшего. Конечно, за последние 25 лет, которые страна живет в условиях рыночной экономики, финансовая грамотность повысилась значительно. Просто вследствие того, что люди вынуждены пользоваться теми или иными финансовыми услугами, которых не существовало еще 20-30 лет назад. Поэтому, хотят они этого или не хотят, они осваивают азы финансовой грамотности и становятся более квалифицированными пользователями финансовых услуг. Тем не менее, системного представления о тех или иных финансовых услугах, инструментах, институтах, с которыми сталкиваются в повседневной жизни люди, пока, наверное, нет. Пока, к сожалению, очень малая часть людей действительно имеет прочные знания, представления и уж тем более практические навыки в этой области. Дает ли вот это системное понимание, вот запущенный Министерством финансовым проект в 2011 году, большой федеральный, направленный на повышение финансовой грамотности у населения? Да, конечно, данный проект, он и нацелен на формирование долгосрочной программы, которая позволит людям, начиная с самого младшего возраста, начиная с младшей школы, осваивать основы финансовой грамотности и во взрослую жизнь входить уже с достаточным уровнем знаний и навыков в этой области. А с другой стороны, этот проект рассчитан не только на детей, школьников, но и на обучение взрослого населения, студентов, пенсионеров, которые уже не попадают в программу подготовки школьников, но тем не менее им еще длительное время пользоваться финансовыми услугами и, естественно, данный проект охватывает их тоже. Если говорить о термине финансовой грамотности, что это? Это управление финансами либо навыки экономии в домохозяйстве? В термин финансовой грамотности входит, наверное, и то, и другое, но в наиболее, если в коротком виде сформулировать, финансовая грамотность – это способность грамотно распоряжаться финансами семьи, и, с другой стороны, способность аккуратно, безопасно, но при этом эффективно пользоваться теми финансовыми услугами для физических лиц, которые предлагаются на данный момент различными финансовыми институтами – и банками, и страховыми компаниями, и инвестиционными компаниями и так далее. — Если немного вернуться назад, если говорить об эффективности проекта по повышению финансовой грамотности, он направлен на разные категории – население и старшее, и среднее, и младшее. Где эффективнее? То есть лучше начинать с малых лет, наверное? — Конечно, наверное, наиболее высокую эффективность проект покажет, пока мы не можем сказать, что показал, потому что он находится еще в начальной стадии своего развития. Я думаю, он большую эффективность покажет тогда, когда речь идет о школьниках. Что касается взрослого населения, то, естественно, он тоже будет эффективен, но там скорее речь идет о корректирующем воздействии, дополняющем воздействии, поскольку взрослые люди определенный уровень знаний в финансовой области все-таки имеют. Но, тем не менее, к сожалению, он недостаточен для того, чтобы хорошо ориентироваться на современном финансовом рынке. — Характеризуя в целом состояние финансово-грамотности населения, всегда натыкаешься на тот факт, что память у нас в России очень короткая, потому что мы прошли через много кризисов, 98-й год, 2008-й, 2014-й совсем недавний. И в этой связи какое влияние оказывает именно экономическая обстановка на управление финансами человека? — Естественно, экономическая обстановка оказывает влияние на финансовое поведение граждан, к сожалению, в большей степени на финансовое поведение, чем на финансовую грамотность, поскольку в результате многих кризисов, проблем, финансовых пирамид и так далее, люди не стремятся изучить вопрос, не стремятся повысить уровень своей грамотности, чтобы не попадать в дальнейшем в подобные ситуации, зачастую не извлекают уроков из тех проблем, с которыми уже сталкивались. Если бы кризисы все-таки заставляли людей пересматривать свое поведение на финансовых рынках, мы не сталкивались бы из года в год с одними и теми же финансовыми пирамидами, с одними и теми же финансовыми мошенничествами, которые уже имели место в прошлом. Поэтому, конечно, каждый человек реагирует на кризис, он начинает меньше тратить, экономить, он начинает сберегать или наоборот тратить сбережения, но, к сожалению, это не приводит зачастую к повышению общего уровня финансовой грамотности и общего уровня компетентности в области финансовых рынков. Поэтому, к сожалению, данный проект, который сейчас реализуется, он чрезвычайно актуален еще и с этой точки зрения. То есть научить людей правильно мыслить, научить людей правильно относиться к своим деньгам для того, чтобы избегать негативных последствий общеэкономической ситуации. Вот звучала мысль о финансовых пирамидах. Как Вы считаете, разного рода сомнительные финансовые структуры, они будут всегда актуальны, либо это опять-таки следствие из низкой финансовой грамотности населения? Ну, как показывает мировой опыт, финансовые пирамиды существуют везде. Несмотря на уровень финансовой грамотности, но вопрос только в распространенности и в легкости их проникновения в карманы и кошельки граждан. К сожалению, чем ниже уровень финансовой грамотности, тем больше подверженность влиянию мошенников и пирамидостроителей, если можно так сказать. Что мы, собственно, и наблюдали в начале 90-х, когда уровень финансовой грамотности просто был нулевым, и мошенничество можно было организовать элементарно просто. Сейчас это уже сложнее, сейчас уже далеко не каждого можно соблазнить какими-то обещаниями из разряда финансовых пирамид. Тем не менее, финансово неграмотных людей остается еще много, и они всегда будут, но наша задача сделать их долю минимальной. В России не очень распространена история с капиталами. Мы не очень много инвестируем и пользуемся лишь только базовыми какими-то продуктами, вклады, либо элементарные банковские карточки. Почему у нас нет интереса именно к долгосрочным инвестициям, к работе с капиталом в долгосрочном плане? К сожалению, это следствие как раз-таки негативного опыта, который имеют те люди, которые сейчас являются активными пользователями финансовых услуг. К сожалению, ситуация экономическая менялась в последние 20-30 лет настолько быстро, что невозможно было строить какую-то серьезную долгосрочную инвестиционную политику на уровне отдельного государства. Не только на уровне отдельного государства, но и на уровне отдельного домохозяйства. Соответственно, не сформировано у большинства граждан понимание того, как и зачем нужно долгосрочно планировать финансовое благополучие своей семьи. Надеюсь, что по мере того, как экономическая ситуация будет стабилизироваться, по мере того, как мы будем выходить на траекторию более устойчивого экономического развития, это придет. Это придет с экономической стабильностью. К сожалению, ввести это напрямую в умы граждан невозможно. Государство ввело недавно такие инструменты, как индивидуальный инвестиционный счет и облигации федерального займа для населения. Какова роль этих инструментов в привлечении долгосрочных средств? Индивидуальный инвестиционный счет – это напрямую инструмент, стимулирующий вложение в ценные бумаги российских эмитентов, в первую очередь корпоративных эмитентов. То есть это как раз инструмент, который должен подталкивать граждан к тому, чтобы инвестировать в долгосрочные инструменты. К сожалению, в принципе, доверие к рынку ценных бумаг довольно находится на низком уровне среди наших граждан. И данными преимуществами скорее воспользуются те, кто уже инвестирует в ценные бумаги. Но даже это уже хороший шаг. Что касается облигаций федерального займа для физических лиц, ОФЗН так называемые, то это инструмент, который скорее нацелен на то, чтобы в принципе приучить граждан к возможности и необходимости вкладываться в какие-то иные инструменты, кроме банковских депозитов. Как вы понимаете, вложения в облигации, выпускаемые Министерством финансов, это не те деньги, которые пойдут напрямую в инфраструктурные или промышленные проекты. Напрямую туда пойдут деньги, которые вы вложите в корпоративные ценные бумаги. Но тем не менее, сама привычка инвестировать в облигации, само понимание, что это за инструмент, может постепенно привести к востребованности корпоративных облигаций. Да, наверное, опять-таки с целью и повысить финансовую грамотность этот инструмент в первую очередь внедрялся. Конечно. Вот ситуация с банками тоже в последнее время очень актуальна. И можно ли сказать, что недоверие к банковской системе, которого последними кейсами по отзыву лицензии порождается в массах, может способствовать как-то переориентации с банальных банковских вкладов на инвестиции фонда ВРЭП? Возможно. Возможно. С другой стороны, довольно сложно ожидать, что люди, многие годы ориентированные на очень консервативные инвестиции вроде банковских вкладов, вот так вот разом перейдут на гораздо менее консервативные акции или даже хотя бы облигации. Тем не менее, ситуация с банковской сферой может подтолкнуть часть граждан к тому, что нужно искать какие-то альтернативные формы сбережений, накоплений, как это в свое время произошло в Соединенных Штатах и в некоторых других развитых странах, когда в течение последних 30-40 лет большая часть домохозяйств переориентировалась фактически с банковских вкладов и ценных бумаг на вложения в пенсионные фонды и страховые компании. Вполне возможно, что нас в ближайшем будущем ждет подобный переход. Вернемся к вопросу финансовой грамотности более близко. Финансовая технология – это тот тренд, который в последние годы набирает очень быстро темпы. И можно ли сказать, что в условиях, когда будут появляться приложения, даже они уже сейчас во многом появляются, помогающие управлять своими финансовыми средствами, все дойдет до того, что в принципе человеку не нужно будет быть финансово грамотным, потому что за него будет все делать роботы и какие-то технологические инновации. Технологические инновации скорее помогают не принимать финансовые решения, а реализовывать их. То есть они помогают человеку легче общаться с банком или с инвестиционной компанией, или страховой компанией. То есть они упрощают процесс взаимодействия, процесс оформления, процесс перевода денег, но они нисколько не упрощают процесс принятия решений финансовых. То есть решение финансовое, вкладывать в этот банк или в другой банк, или вообще в банк, или в страховую компанию, или в ценные бумаги, решение все равно остается за человеком. И тут, к сожалению, никакие роботы не помогут. Другое дело, что финансовые технологии позволят сделать финансовые рынки, финансовые инструменты более доступными. Если несколько десятилетий назад далеко не каждый человек мог себе позволить, скажем, торговать ценными бумагами на бирже, то сейчас с использованием дистанционных технологий, в принципе, это может сделать каждый, сидя у себя дома, за своим домашним компьютером, который есть почти у всех. Повышение доступности, соответственно, расширяет возможный круг потенциальных инструментов для каждого конкретного домохозяйства, для каждого конкретного человека. В этом смысле мы можем сказать, что финансовые технологии изменят в определенной степени такой сберегательный ландшафт, показав новые возможности и сделав их более понятными и доступными. Но, тем не менее, необходимость быть финансово грамотным от этого не снизится, а скорее, наоборот, повысится, потому что из большего количества возможностей нужно будет выбирать, зная, что и как. В отличие, допустим, от поколения наших родителей, у которых был один инструмент, банковский вклад, и выбора большого не было. Сейчас есть большой выбор, и нужно самому сориентироваться в этом выборе. Да еще и по возможности не дать себя обмануть, потому что ведь среди тех предложений, которые существуют на рынке, попадаются и откровенно мошеннические предложения. Спасибо. И последний завершающий вопрос. Я вчера знакомился с интервью Яном Артом, вице-президентом Ассоциации Банков России. Он говорил, что в России финансовая грамотность повысится тогда, когда повысится благосостояние людей, благосостояние населения. В условиях, когда реальные доходы падают, и в принципе велика масса тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, задумываться о управлении финансами не очень-то необходимо. Согласны ли вы с этим утверждением? И если говорить о прогнозах, ближайшие 5-10 лет финансовая грамотность все-таки повысится, либо мы будем наблюдать другую ситуацию? Что касается благосостояния, от благосостояния зависит уровень, скажем, проникновения финансовых услуг. Да, конечно, чем больше людей имеют свободные средства, тем большее количество людей пользуются различными финансовыми услугами. Тем не менее, финансовая грамотность – это не только пользование финансовыми услугами, но и умение грамотно распорядиться теми деньгами, которые есть у семьи. И в этом смысле финансовая грамотность в не меньшей степени нужна человеку средне или низкообеспеченному по сравнению с человеком высокообеспеченным. Умение грамотно распланировать бюджет семьи, умение грамотно управлять доходами и расходами, умение грамотно выстроить заемную политику – это нужно не только богатым и даже не столько богатым, сколько людям с относительно низкими доходами. Поэтому грамотность нужна всем. Что касается ближайших лет, я думаю, что финансовая грамотность все-таки будет повышаться, учитывая, что сейчас не только Министерство финансов, но и Центральный банк проводит свою программу повышения финансовой грамотности. И многие крупные финансовые корпорации проводят свои программы повышения финансовой грамотности. Причем все эти программы нацелены на самые разные категории людей. И хотелось бы надеяться, что эти программы будут эффективными, и через 10 лет мы будем иметь гораздо более квалифицированный набор, контингент потребителей финансовых услуг, чем сейчас. Что ж, большое спасибо вам за ответы, за интервью. Спасибо. Спасибо.